Всем привет, друзья! Очередное видео, как всегда, интересное. В статье подбираю. Использование роевой энергии семей на создание отводков. Имеется в виду тут такая статья, ловля раёв, как говорится. И использование их для отводков. Очень интересно, хочу зачитать. Итак, выбрав на пасеке хорошую семью, которая раньше других пришла в роевое состояние, я даю ей возможность роиться с тем, чтобы получить от неё 3-5 и более новых семей. Первый рой использую не весь. 600-700 граммов пчёл с маткой и одной рамкой расплода от материнской семьи сажаю в новый улей, а остальных пчёл пускаю обратно. То есть, первый рой, выходит он большой, там побольше, до 4-х рамок. Ну, он 600 граммов или до 5, это значит половину где-то. Ну, 600-700 граммов, это можно всегда струсить в баночку, часть рои, потому что он висит, можно забрать, струсить или в кулек целлофановый, вот, и взвесить можно сколько, то есть, ну, можно понемножку сыпать, сыпать, сыпать и взвесить. Вот. Далее читаем. Для сокращения времени второй и последующий раи, в зависимости от их веса, собираю 2, 2 или 3 роевни, так, чтобы в каждой из них пчёл было не менее 600-700 граммов. Ну, тоже приблизительно по 300 граммов на рамочку, это на 2 рамочки приблизительно пчёл. Небольшие раи делают. Вот. Всех собранных пчёл отношу в прокладное помещение. Спустя 10-15 минут можно определить, в каких раевнях нет маток. Нахожу их в роившейся семье и подсаживаю в те раевни, где их не оказалось. То есть, когда остальные остатки роя выходят у него со следующей партии, второй рак, то там те пчёлы, которые хотели выйти, они тоже выйдут. И таким образом он их распределил по весу, поделил этот рой в несколько частей. Так, далее читаем. И что 10 можно определить, в каких раевнях нет маток. Нахожу их в роившейся семье и подсаживаю в те раевни, где их не оказалось. Ну, обычно рой выходит, и иногда бывает так, что матки повыходят, и они ползают по рамкам. И иногда пищат. Иногда бывает так, что рой вышел, а матки ещё запечатанные. Можно вытащить маточник. О чём он и пишет. Я убедился, что в это время пчёлы всегда принимают молодых маток и даже от чужих семей. То есть, если у вас к этому времени вывелись молодые неплодные матки, то рой их свободно принимает. Вечером или рано утром на следующий день сажаю рои на три рамки с сушью и с мёдом, и затем даю ещё по одной рамке расплода, обычно от материнской семьи. То есть, таким образом он делает, как вам сказать, отводки, качественные отводки, которые сразу начинают работать. Райвая пчела, она моментально начинает работать. У ней много лётной энергии. И плюс ещё имеется рамка расплода. Ну, если есть, как правило, к тому времени есть печатный расплод с той семьи, которая входит. Рамку печатного расплода, который буквально в ближайшее время выйдет через 5-10 дней. В течение 10 дней этот расплод выходит. Поэтому семья ещё усиливается молодой пчелой, и эта семейка очень быстро набирает обороты. Эти такие отводки очень быстро набирают рост. Далее. Для предотвращения дальнейшего израивания материнской семьи, после выхода очередного роя, вечером сажаю его в новый улей и ставлю на место материнской семьи. То есть, если кто-то, которую отношу в сторону, кто-то не понял, вот это материнская семья, последний рой, который вышел он, вот, или что он там оставил, это лётная пчела, он вечером эту материнскую семью убирает, а на это место ставит рой, который засыпал сюда. Что же он дальше делает? Вот. И что? На другой день материнская семья останется без лётных пчёл, уничтожит лишних маток и маточники, и перейдёт на положение обычного отводка с молодыми нелётными пчёлами. Значит, материнская семья получилась без лётной пчелы полностью. Когда он эту семью отодвинул, вся лётная пчела вернулась на старое место, здесь же осталась часть роя с маткой, которую он посадил, а здесь осталась молодая пчела в старой семье, то есть, одна старая семья, которая у неё осталась без лётной пчелы. Все остальные семьи, которые он сделал, 4-5, они получили лётную пчелу и усиленно развиваются. То есть, в чём преимущество этого способа? Преимущество этого способа в том, что все семьи безболезненно пошли в развитие моментально практически. Ну и ещё хочу сказать, что та семья, которая отпустила рой, она также имеет такое количество пчёл, которые способны будут в ближайшее время полететь, как говорится. Читаем дальше. То есть, весьма интересный опыт и советую взять на вооружение, кто таким образом вы можете с одной семьи сделать несколько хороших семей, качественных, и они развиваются весьма хорошо. И ещё статейка такого порядка. Две матки в одном улье. Пчёл я содержу в улях-лежаках на 24 рамках. Весной и в конце мая каждую семью пчёл делю пополам. Вставляю с этой цели улей перегородку. Ну, понятно. Лежак поделил семью пополам, перегородку вставил. В отделении, где пчёлы оказываются без матки, они выращивают себе свящевую матку, которая затем спаривается и приступает к яйцекладке. Перед главным взятком вставные доски из ульев вынимаю. Семьи объединяю, предварительно отобрав у каждой из них по одной худшей матке. Гнёзда при этом оставляю без изменений. С одной из таких семей произошло следующее. То есть, здесь гнездо расплод, здесь гнездо расплод. Здесь он нашёл матку старую, она ему не понравилась, он её убрал. Ну, куда он делал-то его дело. Вот. Оно расплодное гнездо здесь осталось и здесь. А здесь по краям у него осталось медовое, две перговые рамочки, засыпанные пыльцой. Что происходило дальше, слушайте. Осматривая её после взятка в конце июля, эту, ну, на взяток он объединил их, я обнаружил, что в первом гнезде, из которого была удалена старая матка, на второй рамке от края был однодневный засел. На этой же рамке оказалась и матка. Расплодом было занято также третья, четвёртая, пятая рамки. А три последующие с мёдом и пергой. И три последующие с мёдом и пергой. Начиная с девятой до восемнадцатой рамки, я снова обнаружил яйца и вторую матку. Откуда же взялась вторая матка? Видимо, пчёлы вывели её сразу же после отбора у них старой матки. Почувствовал осиротение. Она затем испарилась. Роль разделительной доски в этом случае продолжали выполнять три медоперговые рамки, то есть шестая, седьмая и восьмая, о которых упоминалось выше. Так как это явление я наблюдал лишь в одной семье, делать окончательного вывода для практики не могу. Ну, ясно. Однако, одно. Семья бесспорно вывела себе матку и продолжала сохранять свою индивидуальность в своём прежнем гнезде. От этой семьи я получил мёда вдвое больше по сравнению с контрольными семьями, каждая из которых развивалась с одной маткой. Обратите внимание, тут уже весьма интересный опыт. Вот, то есть, когда гнёзда не составляете, и пчёлы, хотя бы они с одной семьи, да, это были разделённые, то гнездо было отдельно, и матка с этой стороны не могла перескочить через перговые, медовые. И если даже поставите сюда вощину, то пока они отстроят мощину, матка не может перескочить, как говорится. Для неё это большое препятствие. И поэтому эта семья не ощутила матки, и они вывели себе другую матку, и вполне развивались две матки в одной семье. Ещё одна статейка, внимание, небольшая статейка. Как человек исправляет семи с пчёлами-трутоками. Способ исправления семи с пчёлами-трутоками. Различные бывают способы. Ну, это один весьма тоже оригинальный, но он рабочий способ, я советую выслушать. Известно, как иногда бывает трудно исправить семью с пчёлами-трутоками. Мне несколько раз приходилось исправлять это неблагополучие на пасеке следующим способом. В пору небольшого взятка гнездо семьи с пчёлами-трутоками я подставляю две рамки с расплодом на выходе, то есть закрытый печатный расплод. Не для вывода маток. Спустя несколько дней, когда эти рамки освободятся от расплода, их и все остальные рамки удаляю. А пчёл в пустом улье оставляю на двое суток на положение роя. Опыт показал, что пчёлы после этой операции из улья почти не вылетают и сидят, как ни странно, в клубе. В случае взлёта пчёл не наблюдалось. Матки нет, куда лететь? Положение плачевное. После двухдневной голодовки пчёл ульей подставляю одну рамку с скрытым мёдом. Через 30 минут в ульей помещаю столько рамок суши, сколько требуется для плодного покрытия их пчёлами. На один из этих сотов с небольшим количеством мёда сразу же пускаю неплодную или плодную матку и накрываю её большим колпачком. Очень важно, чтобы под колпачок попало несколько штук пчёл. Через двое суток матку освобождаю из-под колпачка. Имели место случаи, когда пчёлы сами освобождали матку, подрезая к ней соты ниже бортов колпачка. После этой операции пчёлы трутовки и яйцекладку не возобновляли, и семьи быстро исправлялись. Это не он один, я слышал многих других пчеловодов, которые делились и на интернете, поэтому этот способ работает, можете попробовать. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, ждём ваших комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok